Каким из шаманов лучше всего, профитней, веселей и жизнерадостней бить духов? Иди сюда! Казалось бы, этот тривиальный вопрос давным-давно всем известен, оказывается, нет. Давайте посмотрим, как это сделать на практике и что лучше использовать в этом видео. Поехали! Мочи козлом! Банда, что могу сказать? Играя длительную 3645 дней замечательную игру, я примерно себе понял, что есть много секретов, о которых мы даже не догадывались. Я, например, об этом не знал. Давайте проверим, вернее, я догадывался, но не было точной уверенности. И вот пришла пора, так сказать, от скуки, а может быть и нет. Проверить данный вопрос. Для этой цели мы переместимся на край географии и перейдем на еще одну замечательную точечку. Я здесь отметил одного душару, для того, чтобы понять, какая скорость необходима для того, чтобы пересечь бескрайние просторы Вселенной. Начнем традиционно с баги, которого нам не жалко. Значит, если вы обратите внимание, скорость бега к данному индивидууму составляет 47 секунд. Ничего удивительного, наверное, нет. Мой аккаунт на подписке, слава богу, грабителя, слава богу. И посмотрим дальше, что же нам даст другой вариант. Ну, к примеру, Инга, да, Инга Павловна Мандельштам. Инга Павловна тоже 47 секунд. Ничего удивительного нету. Вот такая вот печалька. Оказывается, нифига, может, вдруг это все пуля? Вдруг это пуля? Значит, давайте посмотрим. А вот и нет. А вот и нет. Смотрите, у нас все шаманы раздеты. Раздеты до слез. До слез, до предела. Вот такие вот у них все голенькие, классненькие и с ушками. Давайте мы посмотрим, насколько они... Вот мы перепроверим на всякий случай, насколько это так. Обратите внимание, Ульфиара бегает быстрее, чем Багги и быстрее, чем Инга. Ну, казалось бы, неудивительно. Давайте посмотрим. Это 46 секунд бегает Ульф. Интересно, интересно. Ульф бегает 46 секунд. Я не знаю, на что это влияет. Давайте посмотрим следующего. Давайте посмотрим Венглу. Выберем Венглу. И посмотрим. 47 секунд. Казалось бы, шпиканоид, который должен метаться с легкостью молодого гиппопотама по любой карте, бегает медленнее. Давайте посмотрим, например, Эйнар. Эйнар Вольный. Это мой любимый шаман. Да, он тоже бегает 46 секунд. 46 секунд. Аналогично. Давайте посмотрим еще какого-нибудь боевого шамана. Давайте попробуем Эльзу. Возьмем Эльзу-кочевницу. Бежим. 46 секунд. 46 секунд. То есть, два у нас колхозника и два у нас этих самых. Давайте посмотрим Сибу. Давайте посмотрим Сибу. И что же мы здесь видим? 46 секунд. 46 секунд бегает Сиба. Шаман Сиба. Давайте у нас остался Рейн. Выбрать Рейна. Выбрать Рейна. 46 секунд. Получается, 46 секунд бегают все боевые шаманы. И подавайте все-таки на кончик посмотрим Стига Меткова. Как бегает Стиг. То же самое. 46 секунд бегает Стижара. Теперь посмотрим, есть ли разница в шмате. Есть ли разница в шмате. Для этой цели мы оденем обратно всех шаманов в одинаковый примерно шмот. Вот и незаметно пролетело времечко. Я одел обратно всех шаманов для того, чтобы сделать завершающий, так говорится, дембельский аккорд. Все шаманы бегают одинаково. Одинаково. Посмотрим, может шмот и как-то выручит замечательных нерадивых моих бегунов. Ну, с баги я думаю, что в принципе и Ингой решать вопрос нечего. Но давайте попробуем все-таки с остальными. Давайте начнем опять же с вышеупомянутого Ульфа. Ульфа. И померяем, что же там у нас изменится. Да, 43 секунды бегает Ульф в одежде. Одежда все одинаковая, с профильными камнями. Давайте посмотрим Ульф. Теперь мы посмотрим венглу из тени. А вот тут венгла опять у нас подкачала. Ребяточки, все-таки она почему-то категорически отказывается бегать. 44 секунды бегает Инга из тени. То есть Инга, ну та еще бегунья. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим Эйнара. Насколько Эйнар побежит? 43 секунды. 43 секунды бегает Эйнар. Давайте продолжим изучение оспекта. Эльза Кочевница, Советский Союз. Эльза Кочевница косая бегает. Тоже Эльза Кочевница бегает 43 секунды. Продолжаем эксперимент и смотрим. Сиба Кровавый. Ай блин, Сиба Кровавый. Выбрать, как же бегает Сиба Кровавый. И Сиба Кровавый бегает 43 секунды. Смотрим дальше. Что у нас осталось? Давайте посмотрим Рейна. Но он в шмоте Асгарда. Повлияет ли он на скорость? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Конечно же, шмот его не ускоряет точно. 46 секунд он бегает в данном шмоте. Я думаю, что в профильные шмоты мы мерить не будем, потому что марамушта. Давайте еще смотрим Стига. Так, кто у нас еще не проверенный? Да, у нас еще есть Стига. Стига меткий. Бегаем со Стигой метким. 43 секунды. Ребятули, 43 секунды. Ну, баги и шмаги мерить нет никакого логического смысла. Какой вывод можно сделать? Ребят, значит, все боевые шаманы бегают, в принципе, себе одинаково. Кроме Венглы, которая уступает. И Стига в шмоте Асгарда точно. Поэтому, в принципе, разницы никакой, шаманов, каких шаманами, чего бить, особо нету. Давайте сделаем уже заключительный, чтобы никогда больше не возвращаться к этой теме. Мы проведем небольшой тест для нанесения урона. Вот возьмем вот так вот шамана, вот сюда прыгнем и проверим, сколько энергии будет отнимать тот или иной шаман одиночным ударом. Давайте сразу начнем атака. Бам! И посмотрим, что же он отнял у данного индивидуума. Жизнь 98.71. Давайте посмотрим, что же даст нам выбрать вот этого 98.71. Опять же, ой, стоп, нам нужно ударить другого шамана, да? Обычная атака. Бам! Смотрим, что у него осталось. Успешная атака 98.73. То есть, степень критичности атак, в принципе, не определена ничем. И поэтому наносить может вот в таком диапазоне от и до. И урон, в принципе, весь одинаковый. Я думаю, что нет смысла проводить дальнейший тест. 90.78. Не, ну смотрите, видите, видите, как отличается. Давайте выберем Эльзу. Выберем Эльзу и нанесем атаку вот сюда. Бам! И посмотрим, что же у нас вдруг тут. Так, так, 98.7. То есть, диапазон прыгает от и до. Уроны, в принципе, все одинаковые. Поэтому, еще раз говорю, можно... А ну, давайте посмотрим в этом случае, если ударить тем же самым шаманом. Ну, интересный вопрос был. Поэтому вот... Короче, ребята, могу сказать, в принципе, следующее. Скорость всех боевых шаманов примерно одинаковая. Скорость баги и инги значительно, ну, на порядок становится меньше. А вот скорость рейна, по крайней мере, в шмате асгарда, еще медленней, еще примедленней. Поэтому рекомендация такая, бить расходы энки шаманов абсолютно, мне кажется, одинаковый. Шаманы все одинаковые, но если не боевые. Вот такой нехитрый тест, который мне задали вопрос. Поэтому подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, получайте ответы. По возможности буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, мастер. Субтитры сделал DimaTorzok